как говорил один великий человек слушай меньше докторов будешь полностью здоров и дела всем привет друзья с вами сергей смоляков специалист по оздоровлению организма по методике смолякова поговорим о разной длине ног как исправить почему вообще приводит разная длина ног что это такое очень часто люди идут к массажисту и по время массажа он говорит что вы знаете у вас там косой таз или вы знаете у вас там ноги разной длины к чему это приводит ну прежде всего это приводит к дисбалансу нагрузки распределению веса орга веса по организму да то есть если у нас ноги на разной высоте соответственно давление на позвоночник у нас будет неравномерно распределяется масса тела будет неравномерно давить на суставы у нас могут быть артрозы артриции защемление там седалищного нерва и много-много-много других нарушений опорно-двигательной системы нашей мышечной скелетной суставной и так далее откуда вообще появляется разная длина ног когда человек рождается очень часто из-за неправильного применения родов у нас смещается первый позвонок вот у нас грубо говоря первый позвонок вот дальше позвоночник и когда первый позвонок меняет свое положение то позвоночник у нас тоже меняет свое положение а внизу у нас есть таз еще одна огромная кость и поэтому когда мы меняем положение первого позвонка вернее изменяется положение первого позвонка у нас также меняется положение положение тазовых костей на и у нас вот одна нога вот другая нога видите они будут внизу на разной высоте это не означает друзья мои что у вас разной длины ноги вот это означает друзья что у вас ноги расположены различно по своей высоте то есть одна нога выше а другая ниже но сами ноги если их совместить они одинаковой длины вот это ключевой момент потому что именно разная длина ног она может приводить к различным поводам для оперативного вмешательства и вы можете попасть в очень очень серьезную ситуацию со здоровьем и с нашей медициной вот ни в коем случае не вздумайте своим врачам говорить что у вас разная длина ног разная высота ног как это можно исправить очень просто если мы знаем причину знаем что изменение таза именно косое расположение таза и вследствие этого разная длина ног у нас появились из-за смещения первого позвонка то исправляя положение первого позвонка мы исправляем и положение таза а в свою очередь когда таз занимает более правильное анатомическое расположение то ноги у нас становятся одинаковой длины из моей практики у моих клиентов когда я делаю коррекцию атланта коррекцию первого позвонка то примерно через месяц тире 3 я вижу изменение высоты ног на восемьдесят процентов в сторону улучшения то есть если разница была ног там сантиметр 2 то через пару месяцев я уже вижу там миллиметров 3 может быть 5 разница да иногда в исключительных случаях это приходит к равновесию но даже если это не приходит к равновесию за пару месяцев то течение года это как правило выравнивает многие практически в идеальный уровень но может быть миллиметр 2 остается но это уже незначительная она эта разница она не влияет на распределение нагрузки по всему телу соответственно не вызывает каких-то патологических состояний болезней и других проблем со здоровьем находите в интернете методику смолякова приходите на коррекцию если у вас разная высота ног это можно исправить я желаю всем здоровья до новых встреч